Снова Интердом, снова официально. Самой многонациональной, самобытной и душевной школе региона 55 лет. В минувшие выходные учебное учреждение открыло свои двери для выпускников, педагогов-ветеранов и друзей из разных стран мира, чтобы торжественно отметить сразу два праздника – юбилей и присвоение, а точнее возвращение статуса Интердом, теперь с пометкой Международный центр образования. Более полутора тысяч выпускников из России и 80 стран земного шара, 24 медалиста. У школы богатейшая история. Здесь, рассказывают педагоги, одновременно стараются дать хорошее российское образование и предоставляют возможность узнать культуру родной для воспитанника страны. Вместо урока иностранного языка в расписании Интердомской школы всегда был урок родного языка. И ребята одного класса со звонком расходились в кабинет греческий, испанский, португальский, арабский, форситский, а потом вновь садились на карты и продолжали изучать программу российской школы. Сейчас в Интердоме обучаются 340 человек. Часть из разных регионов России, в том числе и наши земляки из Ивановской области. Есть ребята из Украины, Сирии, Гвинеи-Бессау, Судана и Ливии – стран с напряженной военной ситуацией. Сохранить детство ребятам всех национальностей – одна из приоритетных задач педагогов. В Интердоме особая атмосфера, атмосфера семьи. Мы здесь все как родные, конечно, ссоримся, иногда ругаемся друг с другом. Но это как в семье, не без этого. Мы очень дружные, мы одна большая семья, коллектив, как педагоги, так и воспитанники. Присвоение статуса Международный центр образования налагает на учебное учреждение большую ответственность. Педагогам необходимо разработать, внедрить и доказать успешность методов обучения и воспитания ребят разных национальностей. Правила отбора в Интердом останутся без изменений. По-прежнему направлять сюда россиян будут от Министерства образования, иностранцев – от МИДа. Правда, несколько изменится вектор развития школы. Если до этого мы предъявляли требования к детям, это дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию, то теперь будет другое требование. Это одаренные дети, имеющие способности к учебной деятельности и творческой деятельности. То есть это будет немного другое направление, потому что наш международный центр – это будет центр для одаренных детей. Больше привилегий от международного статуса получат иностранные граждане – выпускники Интердома. Они по квоте смогут поступать в ведущие вузы страны – МГУ, РУДН, МГТУ имени Баумана и другие. Но для того, чтобы подтвердить почетное звание и не запятнать бренд Интердома, придется много работать. Педагоги активно разрабатывают углубленную программу обучения. Первые шаги уже сделаны. С сентября этого года второй обязательный язык для воспитанников – китайский. Его теперь изучают, начиная с пятого класса.